Всем привет! Сегодня будет видео, которое самое-самое запрашиваемое на моем канале. И, пожалуйста, объясните мне, почему оно самое запрашиваемое, потому что я не понимаю. Есть какой-то же аттаж по поводу Пандоры в России или где-то? В любом случае, за последние, ну не знаю, пару месяцев, примерно хотя бы, ну, не знаю, каждый второй, каждый третий день я получаю или в Инстаграме, или на канале сообщение «Габи, пожалуйста, делай обзор на свой прослед Пандоры». Несмотря на то, что я уже сделала обзор на свой прослед Пандора, вы все равно просите, вы также просите, чтобы я сделала обзор на свои разные украшения, на серьги и тому подобное. Но до этого я пока не дошла, а вот по поводу Пандоры и всяких штучек, что у меня есть от Пандоры, не только браслеты, а серьги и кольца, сегодня я вам расскажу. Итак, начнем мы с двух таких вещей. Первое. Стоит ли покупать Пандору? Сразу начнем с такого бум! Стоит ли покупать Пандору? Мнение каждого, есть разные мнения, кто-то считает, что это переплачивать деньги, покупать серебро за такие деньги, потому что в основном Пандора это серебро, конечно, есть золото, но золото очень дорого Пандора. Кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Я скажу вам так, свое личное мнение, это личное дело каждого. нравится вам идите покупайте никого не слушайте не нравится вам не покупайте то есть как мне кажется тут все просто например предупример все в мире сгорают по часам майкл корс если честно не понимаю за что платят такие бешеные деньги учитывая то что механизм майкл корс вообще с китая и сделано в китае поэтому понимаете каждый смотрит какие у него приоритеты что ему кажется а логичным это он и делает поэтому стоит ли покупать браслет пандору пойдите померьте посмотрите у друзей если есть и решать это сами не слушай никого второе что очень часто а я слышу и что очень часто спрашивается как различить оригинальный браслет от фейкового то есть от подделки а я скажу так различить по-моему очень сложно если кто-то хочет сделать подделку какой-то ювелир он может сделать это вот так вот потому что ничего в принципе особенно в браслетах пандорах нет несмотря на то что здесь есть гавер гравировка пандора каждый по моему ювелир эту гравировку может сделать несмотря на то что здесь есть пропаде до 925 что-то написано алия имя отца изобретателя пандоры несмотря на то что здесь есть это корона в некоторых местах я не знаю что еще есть короче каждый нормальный ювелир это может сделать, поэтому кто хочет подделать Пандору, он сможет ее подделать без проблем. А на самом сайте Пандоры у вас есть, по-моему, где-то там внизу, где они пишут о нас, о фирме, они также пишут какие способы есть узнать, что эта подделка не настоящая. Они, в принципе, там напишут то, что я вам сейчас сказала, потому что я у них на сайте это как раз-таки и читала, поэтому они тоже там пишут, что иногда подделки есть настолько оригинальные, что ты фиг поймешь. подделка, поэтому не знаю, как вам объяснить, что это подделка, и хочу вам, кстати, привести пример. Пример, который не касается Пандоры, но чтобы вы знали. В свое время, где-то пару лет назад я загорелась и очень хотела купить себе томс, вот такие вот томчики, ну, все знаете томс. Я начала искать в интернете, где я их могу купить, туда-сюда, и увидела как раз на израильском сайте, сайт Uala Shops, все, наверное, с Израиля знают, что можно их купить, как раз там была какая-то 50% скидка, и прямо тебе до дома, та-та-та. В общем, Габи заказала, это мне стоило полно 125 шекеля, но не в цене дело здесь. В общем, получила я вот эти вот красные, была очень от них довольна, как вы видите, все тут выглядит супер оригинально. Подошва это, они просто уже старые, им 4 года, подошва здесь козаная, в общем, супер, нигде ничего не отклеилось, но вы можете видеть, они просто выглядят не красивым образом, потому что я их носила, не знаю, сколько. Через год, когда Нетцер улетал в Шотландию, он мне спросил, что тебе привезти? Я помню, что как раз тогда у меня появилась Пандора, я ему сказала, привези мне что-то с Пандоры. Он сказал, хорошо, и когда он был в Шотландии, он мне пишет сообщение, слушай, я здесь увидел магазин Atoms, то есть там есть такой магазин в UK, знаменитый Office, там как раз таки продается Atoms. Слушайте, я Atoms куплю? Я говорю, о, давай, купи. И он приехал в Шотландию и привез мне другого цвета, такие серенькие, я долго выбирала, какого цвета я хочу, и решила, что серенький, потому что у меня тогда началась любовь к серой обуви, которая до сих пор не заканчивается, он мне привез такие серенькие. Когда он мне привез эти серенькие, я ему сказала, там коробку выкинуть, не надо с собой убрать. Я взяла свои красненькие, взяла свои серенькие, поняла, что они не одно и то же, несмотря на то, что говорят, что это то же самое, а разница у них год, можете видеть. Задник вы можете видеть, что здесь он намного больше и светлее, здесь он, боже, они выглядят, извините, что они так ужасно выглядят, потому что я их вносила, видите, задник разный немножко. И разница вот в этом треугольнике, здесь очень широкий треугольник, и легко нога засовывается в этот, в эту кеду. А здесь треугольник намного меньше, и нога засовывается намного тугее, несмотря на то, что он со временем немножко растягивается, но все равно нога засовывается тугее. Подошва выглядит тоже самое, а подошва изнутри выглядит тоже самое, хотя цвет немножко отличается. Я бы сказала, что и то, и то кожаная, вопрос какого качества каждая кожа. В общем, они выглядят абсолютно одинаковые. А вот еще в чем разница, сейчас я это замечаю, представляете, во прошествии двух лет. Тут кружок размер, а тут волосочка размер. В общем, как оказалось, это фейковая обувь. Но несмотря на это, я в них 4 года уже хожу, с удовольствием их люблю, обожаю. Но это была не настоящая поделка. Если смотреть в интернете, они вам будут казаться одно и то же. Вы не увидите никакой абсолютно разницы, никогда не поймете, что это что-то разное. Эта поделка сделала настолько качественно. Ну, 4 года я в них топаю, и вы можете видеть, что разницы между ними в принципе нет. Поэтому, кто хочет поделать что-то, он поделается на таком уровне, что вы в жизни не поймете. Поэтому, как отличить поделку, я вам однозначно сказать не могу. Так что просто, если вы хотите покупать оригинал, покупайте в оригинальных магазинах. Вот, на этой ноте давайте приступим к тому, что у меня есть с Пандоры. И давайте я не начну с браслета, а начну я с сережек. У меня есть вот такие вот листочки-сережки. Сейчас я вам их поближе покажу. Вот такие вот у меня есть сережечки. Как вы видите, там есть много-много-много-много-много-много-много-много-много-много стразиков. Когда я их хотела, я думала, что я их куплю. Я не знала о том, что здесь есть так много стразиков. Я думала, это просто какая-то гравировочка. И что это просто, ну, что-то, знаете, как бы, ну, выцарапали на серебре. Я не знала, что это камушки. И потом я получила эти сережки от своей подруги в подарок на 30-летие. И оказалось, что это все в камнях. Если бы я знала, что это все в камнях, я, конечно, бы это не хотела. Потому что камни я не очень люблю. Но вместе с тем, я знаю, что эти сережки очень популярны. И поскольку они такие популярные, в один из праздников, в каких-то там, не помню, что был за праздник, мой муж решил, что ему хочется мне подарить что-то из Пандоры. И он прошел и купил мне такой же листик колечка. Абсолютно то же самое. Вот так вот выглядит колечко, то же самое. Кому интересно, у меня размер самый большой, который есть в Пандоре, 58. Если я хочу вот на этот средний палец, извините за средний палец, да, вот на этот, то мне нужно брать размер самый большой. Я могу и так же его носить и сюда тогда. То есть, ну, 58, самый большой размер, да. Вот здесь вот этот безымянный палец у меня уже 56, а вот эти два пальца, они у меня 58. Извините за солнце, надеюсь, вы все увидите. В общем, тоже такое же все полностью в камешках. Это, наверное, ну, просто сверкалки, да. Я, как они там называются, те камешки, которые просто сверкают. Наибирь, они так и называются, сверкалки. Ну, в общем, вот такое кольцо. Кстати, оно очень красивое, тоже я знаю, что оно в Пандоре очень популярное. И оно очень по-женственному элегантно выглядит. Из-за того, что мне это кольцо, перышку, так очень нравилось. Хотя сетом я их очень редко ношу, сейчас я делала для вас. Сетом я не очень вообще люблю украшения носить, ни цепочки никакие. То есть, я вообще сеты не люблю на себе. Единственное, конечно, сетом, что я могу носить, это сережки и кольца, потому что тогда сет не очень бросается в глаза. Ну, а, например, колье и серьги я обычно никогда в жизни такого носить не буду. Как-то, ну, мне лично не нравится, но это лично мой выбор, и я просто вам про себя расскажу. Поскольку мне это кольцо очень нравилось, я очень хотела такое кольцо с брюзовым камешком. Но я не смогла найти свой 58-й размер. И тут на свое день рождения, как раз после Дня Святого Валентина, я усекла, что появилось вот такое вот колечко, на котором написано «Лав». Ну, и, конечно же, мне оно срочно понадобилось. Вот так вот выглядит это колечко, просто написано «Лав». И, опять же, оно все вот в этих маленьких стразиках, в этих, ну, в камешках. Это смешно, конечно, звучит, что я говорю, что я не люблю камешки. Но вот как-то в Пандории, из-за того, что их так много, и они так, понимаете, часто напиханы в какое-то ювелирное изделие, то мне это как-то, да, нравится. Если бы он был как бы пару камешков, мне, наверное, бы не нравилось. Но как-то это, их большое-большое количество, мне нравится. В общем, это у меня 56 размер, к сожалению, 58 не продавалось. Я купила 56, но наношу его на безымянном пальце, но хотела вообще на средний палец. Ну, очень мне нравится, давно хотела. Еще у одной из селебрити, которую я очень люблю, Лорен Конрад, у нее тоже такое колечко есть. И, в общем, да. Теперь давайте о браслетах. У меня есть три браслета, начнем с которого я сейчас не ношу кожаный. У меня есть кожаный браслет, который можно обвернуть вокруг руки два раза. Они маленькие браслеты, и я его постоянно растягиваю. Постоянно хожу по дому, его делаю вот так вот, чтобы он растянулся, он не растягивается. Он, наоборот, все время обратно растягивается. Я не знаю, как можно растянуть кожаный браслет. Купила я его, потому что мне очень в свое время он понравился. Мне нравилось, как он выглядел. Он такой, знаете, чанки-фанки. Такой, ну, как бы, немного, может быть, даже мужской. Он идет с обыкновенно стандартной заклепкой, с пеньком, или как это называется. В общем, с обыкновенно стандартной. Он двойной. На него нельзя класть никакие чармики, потому что это выглядит некрасиво. Чармики эту кожу оттягивают. То есть, вот так вот это оттягивают. Это выглядит просто очень-очень некрасиво. Поэтому я с него все чармики поснимала, поскольку я к нему, да, покупала. Три чармика цветных. И вот ношу его так, без ничего. Без ничего он выглядит прилично. И даже пару подружек моих, когда видели его на мне без ничего, говорили, прикольно браслетик, нужно присмотреться. Ну, к счету, в последнее время ношу его очень-очень редко. Следующий браслет, это вот браслет просто такой круг. Самая моя глупая покупка в Пандоре. Хотела я купить обыкновенный браслет. Не было обыкновенного браслета. То есть, не то, что не было, был. Все я говорю. Был обыкновенный браслет. Хотела купить браслет этот, чтобы с ним носить цветные, которые не подошли мне на кожаный браслет. Хотела носить на этом. Но, как оказалось, самый большой размер этого размера в Пандоре он 19. 19 для моей руки. Это относительно маленький размер. И поэтому я уже в магазине поняла, что он мне не нужен. Она меня уговорила. Это просто ужас. Она меня уговорила. Я купила, в принципе, вот он обыкновенный круг. В принципе, как самостоятельный браслет. Еще у меня есть два круга серебряных. Он выглядит красиво. Он выглядит красиво. И опять же, моя подружка Ас Риги увидела его у меня. Посмотрела. Говорит, тоже, может быть, себе такой прикуплю. В общем, значит, люди обращают на это внимание. И, значит, это каким-то образом привлекательно выглядит. В общем, самый по себе. Ну, он простенький. Такой простенький. Единственное, что мне в нем раздражает, что он вообще не сгибается ни туда, ни сюда. Он как был круглый, так остался круглый. Он даже примерно по руке по вашей никак не садится. Может быть, он не должен садиться. Ну, в общем, я его так ношу отдельно. Вы его постоянно видите вместе с моим главным браслетом. Где он? В общем, вы его постоянно видите вместе с моим большим браслетом. Я их всегда вместе в паре ношу. Ну, и в паре они так прикольненько выглядят. Но как отдельный браслет, я бы его не советовала. Лучше купить два таких, если вам хочется два разных. Но не вот этот круглый. Или этот круглый купить на девочек, у которых руки очень-очень тоненькие. У меня рука полная. Видите, я даже не могу ее полностью опухватить. То есть, она большая такая рука. У меня одни из больших размеров в Пандоре. Поэтому, у кого из вас маленькие тонкие запястья, я думаю, что вот этот браслет вам очень подойдет. У кого крупные руки, думаю, что он вам не подойдет так же, как и мне. Ну, и последнее, что я вам сегодня покажу. Это, конечно, будет мой самый главный браслет. Который, между прочим, сразу начну с плохого. Он сломался у меня пару месяцев назад, или пару месяцев назад. Я, по-моему, в каком-то из видео об этом уже упоминала. У меня вот сломался вот этот пенек. И, как называется? Ну, в общем, штучка, на которую садится застежка. Пенек, да. Он у меня сломался. Прямо так, как бы, отрубился. Потому что браслет был мне маленький относительно. То, что маленький. Он был девятнадцатый размер, со всеми чарниками. Он мне немножко давил. И, видимо, какое-то давление моей руки. И того, что я его пыталась тоже как-то разносить. В общем, этот пенек сначала вбок пошел. А потом и отвалился. Я пришла в Пандору. И хочу вам сказать, что Пандора мне без проблем за пять минут поменяли абсолютно новый браслет. И далее даже мы его решили, что мы возьмем на размер больше. Я взяла размер 20. То есть 20 сантиметров у меня размер. И 20 сантиметров мне как раз. Мне очень нравится. Если бы, конечно, браслет был полный с чарниками, может быть, нужно было 21. Но пока с тем количеством, что у меня есть, там, где я хочу, чтобы он сидел, 20 это вообще в самый-самый раз. Если вы хотите посмотреть, какие конкретно у меня есть чарники, то я вам оставлю ссылку на свое прошлое видео. Там я прямо большим экраном показывала каждый свой чарник. Из новейших... Давайте я вам так приближу, сейчас покажу. Ну вот, смотрите. Так. У меня есть бегемотик. У меня вот из новейших такое вот сердечко, где есть тут вот лапки животного. Здесь написано I love my pet. Нет, my sweet pet. Дальше. Сердечко такое, тоже с камушками, тоже полностью набитым камушками. Буква, которая к Пандоре не имеет никакого отношения. А мне ее мама привезла. Крылышки ангела, цветной, который был предназначен для кожного браслета, но его, как вы знаете, уже не подошел подкова, который, кстати, получил на прошлый день рождения. Мой путешественный паспорт, относительно новый. И просто красивая вот такая вот цветочная капелька, которую я от своей подруги получила. И, конечно же, мой Санта Клаус, которого мне тогда на ЦП в Шотландии. И еще один такой вот деревянный, который тоже был рассчитан на кожный браслет, но и тоже сюда пришел. В общем, это все такие истории, за каждым я рассказывать вам не буду, только хочу сказать, конечно же, за каждым из них, кроме, может быть, цветных и подарочного от подруги, есть какая-то история, какая-то моя личная история. Я в прошлом видео немножко рассказывала, так что, кому интересно, вы можете зайти. Для меня браслет, он больше хочется мне создать какую-то личную историю, нежели больше для красоты, поэтому я каждого покупается с продумкой, с каким-то событием хорошим или плохим. То есть для меня этот браслет такое, что-то жизненное, что, я надеюсь, со мной пойдет на протяжении долгого времени, поэтому я его и не заполняю, а покупаю именно... То есть я изначально его начала заполнять тут и там, и цветные покупать, но остановилась в какой-то момент, потому что хочу, чтобы чарники покупали с каким-то значением и дарились каким-то добрым, хорошим значением. Надеюсь, что значение будет только доброе и хорошее. И последнее, что я хочу вам показать, это уже не браслет Pandora, это браслет SoFill, но не его я хочу показать. У меня еще осталось три цветных, изначально эти все цветные, вот видите, цветные, раз цветной, два цветной, три цветной, а все остальное это SoFill. Я сейчас их одела на этот браслет, потому что больше мне их некуда запихнуть, а для них отдельные браслеты покупать еще не хочу. Но изначально, когда вот этот вот круглый я хотела купить, я хотела, чтобы все цветные были на круглом, но если я надеваю все цветные на круглый, то у меня круглый вот так вот примерно где-то еще на мне не закрывается. Поэтому эти цветные я их поставила на этот браслет, который я до сих пор не сделала, нужно пойти его укоротить, до сих пор он супер-супер громадный на меня. Можете видеть разницу, насколько это, где этот цвет, это где это, то есть это очень громадный. Вот, ну в общем цветные я пока поставила сюда, может быть в будущем появится еще браслет, и тогда их отсюда уберу. А с SoFill я больше ничего заказывать не собираюсь, поэтому браслет какой есть, такой он всегда и останется. Давайте я вам поближе только цветные, покажу, кому интересно. Ну и так, цветная вот такая с звездочками, которая, кстати, продавалась с Санта-Клаусом, которого я вам до этого показывала. Потом просто вот такая вот, кстати, все эти цветные покупала я в Ирландии, и в Ирландии они почему-то очень дешевы, всегда по скидкам их можно купить за 12-14 евро. То есть в Израиле никогда таких скидок нету. И этот я покупала вместе с теми, что идут на моем первом браслете, то есть вот те вот деревянные, да, где мы, вот те деревянные, я хотела, что вот эти три, и вот эти две, которые есть, были бы на том кожаном, но не пошло. Ну, а эту я все думаю, может перенести на главный браслет, не знаю, может быть, когда-то и перенесу, но пока вот они здесь. Ну что, на этом был весь такой мой мини-обзор на все, что у меня есть от Пандоры. Я вам хочу сказать сразу от себя личного мнения, что я очень люблю Пандору, мне очень нравится концепт, идея, все, что вокруг этого. Мне очень нравится собирать мою историю. А скажу вам, что браслет я изначально выиграла в израильском Glossy Box около, ну, не знаю, 3-4 года назад, не помню, когда это уже было. И это мне дало рывок начать собирать все эти чарники. Если бы я не выиграла браслет, может быть, я это никогда в жизни не начала. Собирать вам ваш браслет, не собирать вам ваш браслет, это дело ваше. Я знаю, что это дело недешевое, однозначно. Есть ли там все же что-то очень индивидуальное и что-то очень красивое, как мне кажется. В любом случае, я свой браслет обожаю, и не только браслет. Кстати, между прочим, это еще очень хорошая идея для подарков для ваших друзей, для ваших семей, когда они знают, что вам подарить. Всегда можно пойти в Пандору, чтобы для вас выбрать. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, я удовлетворила все ваши запросы, кто меня просил рассказать про Пандору. А если вам интересно более подробно, то зайдите на мое первое видео, по-моему, тоже было достаточно подробное. И мы с вами увидимся очень скоро. Пока! Всем привет! Сегодня я решила сделать продолжение предыдущего видео о хитах ютуба, поскольку это видео было очень популярное и очень спорное. Знаем, что это, кстати, было очень интересным с вами...